МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. Судьи Едина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Высокая пожароопасность в край ввели особый режим. С риском для жизни. Почему барнаульцы не хотят покидать аварийное жилье? Напугались, потому что, понимаете, как будто бы какая-то лавина льда сошла с крыши. И это был такой грохот, прям стены задрожали. В России могут появиться умные лежащие полицейские. Насколько это реально для алтайских дорог? Сегодня в Крае объявили штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. А накануне в регионе начал действовать особый режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Края Виктор Томенко. Противопожарный режим в Крае уже вводили 1 мая. Тогда он запрещал проведение сельскохозяйственных палов, сжигание травы и мусора вблизи лесов. Сейчас эти меры осторожности вновь актуальны. Также запрещают заходить в леса и разводить костры. В любой момент 9 человек, в том числе один ребенок, могут оказаться под завалами барнаульской двухэтажки. Дом признан аварийным и подлежит сносу еще с 2012 года. В этом году часть собственников расселили, но три семьи до сих пор там. Наша съемочная группа рискнула зайти и посмотреть, в каких условиях живут люди. Напугались, потому что, понимаете, как будто бы какая-то лавина льда сошла с крыши. И это был такой грохот, прям стены задрожали. Настоящий шок испытали жильцы аварийного дома на Первозападной 49А. Месяц назад в одной из квартир рухнул потолок. К счастью, обрушение произошло в пустующей квартире. Но инцидент до ужаса напугал людей. И сегодня они рассказали и показали, почему. Угол в моей кухне уже несколько лет подряд течет. То есть, потому что крыша полностью аварийная. И вот эта стена, эта несущая стена, она тоже вся мокрая. Сильно провисла, но я думаю, что осенние дожди сейчас начнутся. И у меня здесь произойдет обвал. Сырость, ветхость и плесень в каждой квартире и подъезде. В этом году аварийный дом смогли покинуть лишь те, кто успел приватизировать свои квартиры. Ибо в рамках краевой программы дали деньги на покупку жилья. Оставшиеся живут здесь по договору соцнаема, ждут очереди и гадают, когда дом разойдется по швам. А вот так жители аварийного дома развлекаются. Ставят маячки на стене, чтобы отследить, как быстро и стремительно расходится их дом. Так, за 2017 год их дом разошелся где-то на 3 сантиметра. А уже за 2018 год в два раза больше, примерно на 6 сантиметров. Жители неоднократно обращались в администрацию района и Министерство строительства края. Но там лишь говорят, что квартиры выделят, как только их получится купить. Но это будет не скоро, уверен общественник Игорь Берг. Аукционы были сорваны по квартирам. Почему? Потому что выставлена была очень низкая цена. За одну квартиру они просят 660 тысяч, за другую 1 млн 98 и за 1 млн 260. Ну а что застройщик за это может предложить? За 1 млн 250 может предложить маленькую студию с черновой отделкой. Квартиры закупали по среднерыночной цене, пояснили в мэрии и добавили, что вновь собираются провести аукцион на закупку квартиры. А пока жителям предлагают альтернативу. В связи с аварийным состоянием строительных конструкций дома, жители неоднократно были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения или предоставления помещений маневренного фонда. Однако за предоставлением помещений маневренного фонда компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в Комитет жилищно-коммунального хозяйства жители не обращались. Но жители боятся, что если сейчас съедут из аварийного дома в съемные квартиры, то обещанного нового жилья им уже не дождаться. Ведь действия программы, в рамках которой их должны расселить, заканчиваются в этом году. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. На барнаульских дорогах могут появиться умные лежачие полицейские. Если Алтайский край попадет в число пилотных регионов, то новые технологии коснутся дорог края уже в 2021 году. Нужны ли барнаульским дорогам умные полицейские, расскажет Дарья Демиллер. Сейчас в Барнауле лежачие полицейские интеллектом не блещут. Просто лежат. Но свою функцию исправно выполняют. Машины перед ними затормаживают. А это умные лежачие полицейские. Они оснащены комплексом видеокамеры датчиков. И если водитель не нарушает скоростной режим, то барьер не поднимается. Но безопасно ли устанавливать такое в Барнауле? Ты можешь превысить каким-то образом скорость. И вот ты едешь по ровной дороге, и тут перед тобой, как черт из табакерки, выскакивает этот полицейский. Это, ну, А, например, это резкое торможение зимой, которое к заносу может привести. Б, это удар по подвеске очень сильный, который тоже машину может с траектории сбить. Другой аспект – цена. Обычный лежачий полицейский стоит не больше 15 тысяч рублей. А новые барьеры обойдутся в 100 раз дороже, уверен кандидат технических наук Сергей Павлов. Это подразумевает достаточно серьезные инженерные работы, прокладывание питания к этим датчикам, детекторы, которые бы измеряли скорость, а также серьезные инженерные работы. Дорогое и умное устройство, по мнению специалистов, будет беречь подвеску автомобилей и экологию. Благодаря тому, что отпадет необходимость в торможении, выброс вредных веществ в атмосферу уменьшится. Парнаульские водители в основе своей идеи появления умных дорожных неровностей поддерживают, но особого восторга по этому поводу не испытывают. Как относитесь к инициативе? Хотят установить к 21 году умные лежачие полицейские, которые не будут подниматься, если не нарушается скоростной режим? В принципе, положительно. Интересно было бы. По идее, должно быть намного лучше, если как раз-таки соблюдать этот скоростной режим. В некоторых местах города до сих пор встречаются очень грубные, обрубленные какие-то, некорректно уложенные куски асфальта, можно так назвать. Пока экспертная комиссия на федеральном уровне определяет оптимальное расстояние между камерой и барьером, с задачей замедлять машины на дорогах Барнаула отлично справляется и неумный лежачий полицейский. Дарья Эдемиллер, Илья Халяпин. День с толком. У барнаульских автобусов и троллейбусов совсем скоро может появиться отдельная полоса на дорогах. Правда, пока не везде, лишь на проспектах Ленина и строителей. Проект разрабатывает мэрия города и точных сроков пока не называет. Кстати, для дополнительной полосы придется убрать остановочные карманы. Мы решили узнать у водителей, нужны ли дорогам города такие перемены. Будет вам удобно, вот как водителю? Конечно, будет удобно. Желательно бы так было. А чем именно это будет удобно? Для движения проще будет. На однополосном периодически мешается, у них скорость низкая. Обязательно удобно. Так-то да. То есть было бы это удобно? Ну да. Не нужна полоса нам. А почему? Будут пробки еще больше. Еще больше, думаете, будет? Дело же по Ленинскому, уже раньше полосу. Было еще хуже. Проще было бы движение. По своей полосе бы ездили и все. А то же они ныряют туда, 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 сюда, туда, сюда. То вправо, то влево. Ну и как их тоже можно понять. У них что вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают. Где пробки, там и надо делать. Что-то придумывать. В этих местах. Более оживленные. Да, утром пробки и вечером. Где пробки создаются, там что-то надо думать. Около тысячи специалистов в области информационных технологий сейчас работают на IT-форуме в Барнауле. Напомним, вчера в краевой столице открылся 12-й Алтайский региональный IT-форум. Какие проблемы и перспективы обсуждают специалисты, расскажет Илья Кочетков. Особое внимание в этом году уделили насущному технологиям умного города, внедрению цифровой экономики в сельское хозяйство и другим областям. В первый день было подписано соглашение между компанией 1С, Краевым министерством цифрового развития и Алтайским госуниверситетом о подготовке кадров для цифровой экономики. У нас будут созданы центры компетенции, которые будут поддерживать подготовку IT-специалистов, программистов, СИС-админов и специалистов в области 1С, которые позволят нам решать предстоящие перед нами задачи. Форум продлится до 12 октября на девяти площадках, на одной из которых также пройдут киберучения. Участников научат отражать информационные атаки. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволард». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.